На тему электрического против дизеля, помнится, два года назад я выступал на эту тему и тогда проводил анализ использования стационарного электрического перегружателя с импортным перегружателем германского производства FUX. И сейчас я хотел бы вашему вниманию представить некоторые выводы, которые мы получили на практике, реализации стратегии перевооружения, которая сейчас как раз с нами проводится в группе компаний Intermetrade. Расскажу немножко про эту стратегию в процессе сообщения. Стратегия заключается в том, что группа компаний с 2004 года наращивала мощности, регулярно покупала перегружатели импортные, такие как FUX, ATLAS, и за последнее время столкнулась с очень серьезно возросшими затратами на содержание уже немолодого парка импортной техники. И принималось решение, каким же путем идти дальше, на что делать ставку, чтобы объемы не упали, чтобы была некая стабильность заготовки и отгрузки. И сейчас расскажу, что у нас получилось. Но начнем мы немножко издалека. Первый слайд – это динамика изменения стоимости энергоносителей, это рост цен на электроэнергию в Российской Федерации. У меня вопрос в зал, знает ли кто-нибудь стоимость киловатта на его площадке. Поднимите руку. Сколько? 944. У кого есть еще цифры? Ни у кого, да? Ну вот, на самом деле, обратите внимание, потому что этот показатель, он очень важный. И если недавно, еще порядка пары лет назад, можно было с уверенностью сказать, что у кого-то это 4,47, у кого-то это 5,52, то сейчас, на самом деле, такой колоссальный раздрай по регионам и по стоимости за киловатт электроэнергии. Я помню, год назад Виктор Викторович сделал доклад, он был связан с тем, что очень многие тенденции в экономике, без разницы, Российской Федерации или это какая-то другая страна будет, зависит именно от того, какие расценки на электроэнергию в этой стране. Ну, на самом деле, очень глубокий подход, я считаю, и он оправдан, потому что, ну, от электроэнергии, в принципе, вращаются механизмы, устройства и так далее, производятся продукты и формируется прибавочная стоимость. Обратите внимание, в 2023 год стоимость киловатт электроэнергии в Российской Федерации усредненно 8,4. Я эту цифру попросил проверить по нашим площадкам в нашем регионе, и скажу сразу, да, варьируется, самое низкое, что я нашел, это 6,4, было самое высокое, это вот, как Виктор Сергеевич сказал, 9,6. Но есть регионы, где кроме вот этого расценки за этот киловатт, еще на потребителя сажаются потери, потери по регионам тоже есть разные, стоимостью, ну, в среднем это плюс 15% к этой цене. На самом деле это немножко тревожные вещи, но тем не менее. Тем не менее, несмотря на очень серьезный рост стоимости этого киловатта, применение электроэнергии до сих пор является наиболее эффективным. Сейчас я докажу, почему. Ну и небольшая тоже диаграмма, это среднее изменение стоимости солярки или дизельного топлива, тоже за 15 лет взята, с 22 до 54. Интересный момент, то, что темп роста у дизельного топлива меньше, чем темп роста у электроэнергии. Так, тоже небольшое сравнение, сколько стоит электроэнергия в разных странах мира. Тоже усредненно в долларах за киловатт в час. Обратите внимание, на самом деле стоимость вот этого киловатта, это тоже некая точка роста для экономики страны. и, соответственно, слагаемые себестоимости продукции. Так, и это у нас получается стоимость электроэнергии в странах мира. Мы берем уже Российскую Федерацию. Но обратите внимание, в целом мы находимся не в топе. То есть показатели у нас средние. Итак, теперь подойдем к нашему главному вопросу. Что же с чем сравнивать? На сегодняшний момент наиболее популярный перегружатель, который завозится в Российскую Федерацию, это, как бы это ни было для нас печально или неинтересно, но это китайский перегружатель «Саня». К сожалению, этот бренд не мы им предоставляем. Мы запросили коммерческое предложение у официального дилера, который завозит этот продукт. И, в принципе, вот такие данные дали. Взяли за основу рабочую машинку с вылетом стрелы в 12 метров. Соответственно, с доставкой СНДС 285 тысяч долларов будет. Это данные последнего месяца. И я предлагаю сравнить использование экономической перегружателя «Саня» со стационарным электрическим краном, который мы завозим под нашим брендом, и мы ДТМ-30Л-12С. Под ключ, соответственно, без монтажа, 210 тысяч долларов стоит поставка этого перегружателя. Скажу так, кто заинтересован, может получить эту презентацию отдельно. Обратитесь, пожалуйста, в Руслог, вам ее дадут. Тут есть таблицы, соответственно, как мы это приравнивали, подводили к одному знаменателю. Я сразу перейду к выводам. Значит, сводная таблица получается такая. Затраты на одну тонну перегружаемого лома перегружателем 169 рублей на тонну и стационарным электрическим перегружателем 140 рублей на тонну. Это получились наши расчетные значения. Теперь, значит, в группе компании «Интерметрит» в июле месяце этого года был осуществлен монтаж и запуск вот этого электрического стационарного перегружателя. И мы взяли эмпирические данные, которые были на площадке с января этого года по затратам электричества и солярки и, соответственно, сопоставили с результатами, которые мы получили после запуска стационарного электрического перегружателя. Значит, ну вот, посмотрите, вот это, наверное, основная таблица моего выступления. Значит, в июле месяце был запущен этот кран. Ну, понятное дело, что сложно было вычленить дизельное топливо, потому что здесь не только содержание фукса, но и также за этой площадкой запреплены порядка трех ломовозов, да, то есть поэтому, как бы мне сложно было вычленить, но мы берем за основу, опять же, стабильность заготовки металлолома на этой площадке. То есть она, в принципе, из-за использования электрического перегружателя не поменялась. Результаты, ну, обратите внимание, вот такие интересные. То есть, получается, стоимость одной тонны, если мы смотрим, сколько мы потратили денег на электричество и, соответственно, на дизельное топливо, на одну тонну у нас снизилась весьма существенно. С 368 рублей на тонну до 189 рублей на тонну. Вот такие данные, такие результаты, я думаю, что они кого-то заинтересуют, кто-то сделает выводы для себя, кто-то, если для кого-то они ощутимы, пожалуйста, обращайтесь, мы это можем прокомментировать, можем показать в реальности. И, соответственно, позволю себе сделать некоторые выводы своего сообщения. Значит, использование именно электрического стационарного перегружателя это полтора раза ниже, чем у аналогичной колесной техники. И, соответственно, экономическая эффективность работы почти в два раза выше, чем у электрического перегружателя. В настоящий момент в группе компании «Интерметрит» мы продолжаем реализовывать стратегию использования электрических стационарных перегружателей. В настоящий момент производится монтаж трех единиц с 16-метровым вылетом стрелы. И, получается, немножко расскажу про это. Концепция такая. Децентрализованы структуры, соответственно, площадок. Более 50 площадок. На 25 площадках сосредоточена техника, которая перерабатывает металл. То есть основная задача обеспечить заготовку, отгрузку металл дома. Каким образом мы это сделаем? Ну, решение для площадок, которые заготавливают в пределах 2000 тонн по месяцу, именно использование электрического стационарного перегружателя. Ну, здесь масса плюсов. Я немножко отвалюсь от выводов, которые есть. Ну, во-первых, площадка аккуратно убрана. За счет того, что перегружатель не ездит по всей площадке, сформирована некая технологическая карта, которая позволяет сконцентрировать металл непосредственно в зоне работы стационарного перегружателя. Раз. Второй момент. Нету никакого обмана собственника в плане траты дизельного топлива. Ну, понятно, что это происходит, да? Большинство людей, они, большие собственники, они даже не знают, каким образом заправляется солярка, по какой цене, какого качества в их перегружателе. А перегружателе сейчас стоит дорого. И выход из строя, ну, это большие деньги, большие расходы. Соответственно, используя электричество, когда в целом электричество похитить нереально, или завысить его стоимость, да, можно, но это тоже схема вскрываемая очень быстро. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот мой доклад будет для кого-то полезен, а тот, кто заинтересуется вот в нашем опыте, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы готовы делать вам коммерческие предложения или предоставить дополнительные расчеты для того, чтобы убедить, ну, в правильности своих выводов. Все, спасибо большое. Спасибо. Александр, может быть, какие-то вопросы. Кто-то хочет добавить или спросить? Я от себя могу добавить, что когда первые поездки мы еще делали, зарубежные, совместные потом поездки, то всегда бросалась в глаза, что практически везде на зарубежных площадках именно как раз доминируют такие стационарные перегружатели. И уже вот у них идет основная перевалка, а уже вот такие подвижные, мобильные, это уже в помощь. И как раз это было очень приправительно. Очень сильно резал этот носок, потому что всегда, ну, по-нашему, было наоборот. Только мобильные, и нет, не было практически никогда стационарных. Ну, предоставь очень большая была. Поэтому, ну, да, ну, тоже желаю, чтобы это... Такое сравнение интересно, но, конечно, не в русле, как энергопереходный от дизеля к электричеству, но вполне возможно, что вот текущая экономика... Я просто думал, что у нас еще электричество. Электричество слишком завышено. Я тоже посчитаю, что... Ну, я же показал, темпы роста серьезные, но, тем не менее, даже с этими расценками экономика более выгодна, когда используется электричество в работе. Ну, время покажет. Немножко забегая вперед, скажу, что вот сейчас в нашей группе компаний есть и перегружатель мобильный, который тоже на электричестве работает, но, конечно, уже инвестиционные затраты по нему на порядок выше. Ну, и сейчас популярность также есть на гибридном перегружателе. Гибридный – это когда есть и дизельный двигатель, и электрический двигатель. Ну, они у нас заказаны. Я думаю, что я о результатах использования вот этих машин буду готов говорить примерно через полгода. Ну, следите за обновлениями. Спасибо. Да, Александр, спасибо.